есть королева бензоколонки, а ты королева пеленки это не ванильная пепси, а писсия, желтая писсия всем привет, какой плюс в таких маленьких собак? это хороший друг, но еще не обязательно ходить гулять на улицу для этого нужно просто научить собаку писать на пеленки сегодня у нас обзор этих пеленок а для начала я похвастаюсь вам нашим туалетом недавно мы решили, что вот здесь совершенно не место ее всяким делам потому что воняло прямо на входе, поэтому мы сделали следующее поставили в обычный туалет, видите, идеально встала, как будто для этого и предназначен был угол в общем, теперь она как нормальная собака, ходит вместе с нами в туалет, чуть ли не сон теперь давайте про подстилки для собак, поехали сейчас я вам покажу, какие пеленки мы решили купить для эксперимента во-первых, это пеленка вот такая, микки маус и друзья, в чем не приколюха, она с липким слоем не скользит, а это проблема многих пеленок и рисунки там есть всякие, распакуем позже пеленка гамма, пеленка триол, вот эта вот с ароматом жасмина, попробуем, не знаю ну и смотрите, это вы нам, дорогие наши подписчики, подсказали пеленка детская одноразовая, она самая дешевая продается в Ашане стоят они где-то 239 рублей, если говорить вот об этих пеленках, то средняя цена 400 рублей здесь их 24 штуки, в этих 30 штук пеленка гамма здесь тоже 30 штук и стоит она порядка 400 рублей ну и вот эти они действительно самые дорогие, сейчас посмотрим за что переплачивать 10 штук их всего, а стоят они 275 рублей и начнем мы с самого дешевого варианта, 30 штук 40 на 60, вот так выглядит эта пеленка давайте ее разрежем, посмотрим что в ней внутри, так, ну все достаточно в ней вообще ничего сверхординарного нет в этой пеленке, поэтому и дешевая здесь, значит, распущена целлюлоза, тупо бумага, нетканный материал, полиэтилен и клеевой расплав а где здесь клеевой расплав, ничего, а, ну наверное внутри, потому что видите никаких полосок ну это детская пеленка, распаковываем следующий вариант, подстилки фирмы триол впитывающие, тут все красиво конечно нарисовано, значит быстро впитывается давайте посмотрим, где ножницы, Фондю, ты что съел ножницы, Фондю, пахнут правда жасмином и они больше чуть-чуть, а сколько там, нет, это не 40 на 60, это наверное 45 на 60 да, и опять как всегда, в нашем мире притеснение, опять верширский терьер, ну что чихуахуа, тебе не обидно? конечно не обидно, я хочу быть на фоточках и вообще, я хочу быть лицом какой-то известной марте разрезаем, что здесь, смотрите насколько тонко, алло гараж, ничего что мы снимаем? вот такая тонкая, она очень легкая, смотрите здесь просто вата, а здесь вот так стоит она 400 рублей, в 2 раза дороже, даже больше кстати, потому что здесь 30 штук, а здесь 24 но пахнет жасмином и выглядит презентабельно, еще видите вот такая вот штука, то есть у нее обычно вот на этих пеленках прям лужа расплывается, а здесь она видимо вот так вот соберется теперь давайте посмотрим пеленки фирмы Гамма, у нас кстати в прошлом обзоре был от них шампунь, неплохой не сказала, что в этих подстилках, значит в этих подстилках тоже целлюлоза, но здесь уже гели образующий, вот то что я сказала абсорбент и экстракт жасмина, то есть не просто отдушки, а действительно экстракт так, пеленка Гамма, здесь сколько их штук, здесь их 30 штук, это поэкономнее, я вам ребят хочу сказать вариант тоже стоит 400 рублей, уже ничем не пахнет, она белая, давайте ее тоже разрежем, посмотрим с чем она значит здесь уже есть чихуахуа, фондю, похоже? нет и не, нет, ты красивее, ты красивее ребят, напишите, нам одним кажется, что фондю красивее, чем вот эта собака опять нетканное полотно и опять гели образующий абсорбент, но однозначно, если вы не паритесь по поводу запаха все то же самое, все те же на манеже, только дешевле, здесь 30 штук 400 рублей, здесь 24 штук 400 рублей ну и теперь апогей нашего съемочного процесса, Микки Маус, самые дорогие и пахостные пеленки 275 рублей за 10 штук, но они конечно красивые, у них размер 60, но они больше, они больше, если у вас бегемот, а не собака фондю, смотри, какая тебя сейчас немножко, вот так, смотри, тебе собаку накрыли, можно до экономии разрезать пополам, слышишь фондю? глянь, приколюха, то есть вот здесь вот надо, ааа, прикинь, это надо отлепить и они не будут скользить так разрезаем, товарищи здесь три слоя в этой пеленке, значит верхний с рисунком, внутренний с гелем и внешний из плотного материала, который там протекания никакого не допускает и также, значит способ применения здесь расположите, ну понятно, что вниз липкой стороной отлепите и все вот, есть королева бензоколонки, а ты королева пеленки слышишь вообще? шутки шучу, смех и панорама мы проведем естественно краш-тест, а пока фондю именно на это ты будешь сикать ближайшие, ну на сколько нам этого запаса хватит? я думаю где-то на месяца полтора, потому что мы меняем ей пеленки два раза в день, хотя вот здесь написано, что пеленки надо менять раз в день можно менять но мы шикуем, почему? потому что фондю у нас королева, она если туда пописала, она уже туда не какает давайте проведем эксперимент, мы сейчас 4 положим на какую она ляжет точно, это не эксперимент, это просто от нечего делать еще те из нас обзорчики, вот так все разложим пеленки какую пеленку ты выбираешь? у какого ценового диапазона? давай тут надо подумать, мы сейчас ускорим выбирай пеленку давай да запах, понимаете собака все типа чувствует какая чашey выбрасывала триол и жаснин а села на удобную гамма короче, Фандим�에 мы поняли, что рисунки это чисто для хозяев а мы продолжаем испытание решили под конец сделать следующее посмотреть как все эти пеленки собачьи впитывают в воду давайте представим, фантазируем, это не ванильная пепси, а желтая пепси да, Фадюша? нальем чуть-чуть это не жалея, она была по акции и сейчас мы на углы чуть-чуть нальем и посмотрим, какая лучше впитывает, остаются ли после нее мокрые ладошки а это очень важно, ведь у нас белая плитка, и когда собака после этих пелёнок лапами наступает на плитку, соответственно, мы видим желтые лапы давайте посмотрим, будет ли такая история здесь только не эта, это пелёнка рука не блестит, абсолютно сухо теперь пелёнка гамма чуть-чуть буквально, видите, может еще не успела впитаться, чуть-чуть это пелёнка, вы сами понимаете, что здесь вообще, гляньте, видите, вода ну то есть вся наша плитка будет в писях собаки так, дать тебе даже вытру руку и вот эта пелёнка сухо так что, ну вы поняли, да, про качество давайте теперь разрежем, посмотрим, как выглядят эти гранулы или не гранулы я сейчас вклубну вот так аккуратно так, ну вот эта вата, и смотрите, она во что превратилась, не знаю, расфокус наверно там но вот такую чачу, знаете, это напоминает икру моевы абсолютно сухой пол самое мокрое, еще раз показываю просто вода, то есть нет никакого там слоя ну здесь побогаче смотрите, сколько здесь слоев здесь точно вообще ничего, враг не пройдет и даже, ну смотрите, вот такой вот слой, а уже внутри вот эта икра моевы, видите? если вам понравился наш эксперимент по водонепроницаемости и вообще, вот подобные видео, что-то мы сейчас заморочились по обзорам пишите, пожалуйста, в комментариях в последнее время мы замечаем, что немножко поддыхает наш ютубчик ну, как бы, в принципе, мы не паримся по этому поводу пока пока, моэр и виновинки ha-ха-ха ня-ня ня ня-ня ха-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля дь-на-ля-ля-ля-ля нал..